ты рассказывал про зачем зачем формировать собственно ну скажи пожалуйста ну понятно что люди ищут информацию интернете то что там бывает разная и противоречивая информация но они так или иначе все равно это делают там самостоятельно кто-то обучившись пытаются до кто-то обучившись такими материалами подходит к дереву там с пилой секатом какие ты встречаешь вот самые частые ошибки при формировании брестки сосен ну самая частая на самом деле это то что люди ничего не делают они позволяют соснам расти даже когда они самосерные рядом растут мешают друг другу но все равно руки не поднимаются уменьшить их количество и что-то с ними сделать потому что боятся потому что не умеют это чаще всего стоит вот именно с такой ошибкой я сталкиваюсь другая тоже очень распространенная ошибка она касается посадки сажают в тени или полутени заглубляют корневую шею выравнивают грунт в саду и соответственно заваливают эту корневую шейку землей имеешь виду сажают когда они покупают где-то в садовых центрах питомниках и привозят да 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 но и в том числе те которые уже росли до них выравнивая грунт заваливают корневую шейку привозят дополнительный грунт на участок и начинают выравнивать грунт соответственно корневая шейка будет под землей сосны очень плохо к этому относятся ошибки при посадке очень часто также встречаются связанные с тем что люди не удаляют мешковину и сетку в которой ком упаковывается когда дерево продается это нужно обязательно делать потому что современные материалы очень плохо разлагаются раньше может это работало сейчас нет вот те кто доходит до идеи формирования очень часто это делают грубо то есть вот не понимая условно говоря сосна подошла к проводам чего делать вызывают кого-нибудь вот кто есть поблизости кто может залезть и отпилить и просто берут и спиливают ниже после этого сосна начинает куда-нибудь в бок расти становится вот такой кособокой непонятно какой через 50 лет она все равно станет красивой но ей не дадут потому что все равно провода сверху висят и и будут опять также грубо совершенно не эстетично и не физиологично резать но даже люди которые с пониманием относятся к соснам и стараются сначала подтянуть свою теоретическую базу прежде чем чего-либо делать очень часто не понимают во-первых зачем они это делают например услышат что нужно работать со свечками нужно на самом деле но если сосна просто растет и вы из нее не собираетесь сделать какую-то четкую форму придавать ей то пиарную либо невачную со свечками нет необходимости работать можно обойтись просто обрезкой периодической и большего не надо вот они начинают услышали что надо будет со свечкой начинают зачем-то их прищипывать эти свечки получается что получается что собственно загущаются потому что чаще все люди берут и все свечки подряд укорачивают а их очень много с каждым годом их становится все больше и больше в результате сосна ее ветки превращаются такие колтуны непролазные куда просто не залез потому что там количество побегов она зашкаливает а со свечками надо избирательно работать часть свечек надо удалять только часть оставлять бывают более даже радикальные ошибки когда например неправильно поняв тот или иной совет что надо работать со свечками берут и выкусывают все свечки но мы же сдерживаем сосну значит надо все новые приросты взять и отрезать вот а это очень болезненная конечно получается тогда процедура для сосны потому что она теряет как бы год год своей жизни просто сразу и надо потом восстанавливаться чуть ли не с нуля